Тысячи учащихся Краснодарского края приняли участие в прямом тайном голосовании, в их числе и школьники Славянского района. Выбирали они важных в ученической жизни людей, лидеров школьного самоуправления. Как определить самого активного, способного повести за собой? Ответ на этот вопрос был найден во время выборов. Все было организовано всерьез и по-взрослому. Были избирательные бюллетени и специальные урны для них. Почему же эти выборы так интересны ребятам? Их привлекает возможность выразить свое мнение, наработать навыки настоящего демократизма. Участие в самоуправлении помогает учащимся сформировать у себя умение самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, принимать решения и осуществлять их. В 12-й средней школе к выборной кампании подошли ответственно. Зарегистрированные кандидаты предложили свои программы ученического самоуправления. Планы их были интересными. В целом все кандидаты выглядели достойно. Если я выиграю пост президента в новой школе, то я хочу объединить всю нашу школу и сделать так, чтобы вся наша школа активно принимала участие в ее продвижении, в ее жизни. И все ученики будут что-либо предлагать. И мы вместе с самоуправлением будем проводить изменения и коррективы в нашей школе. Активным избирательным правом воспользовались учащиеся 5-11 классов. Ребята с интересом знакомились с программами кандидатов и охотно голосовали. Действительно хочется, чтобы был президент достойный и чтобы действительно сделал что-то хорошее для школы. Не просто вот эти вот громкие слова, а действительно что-то вложил в себя, и чтобы действительно школа процветала и были какие-то хорошие, может быть, соревнования, может быть, что-то он свое добавил. Лидером ученического самоуправления «Сириус» 12-й школы стал Лука Прусак. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Китаренко и начальник управления по делам молодежи Олег Смольников познакомились с организацией выборов в 12-й и 16-й школах. Они задали вопросы и получили на них подробные ответы. Выборы здесь действительно прошли очень четко. Они были спланированы так, чтобы на избирательном участке соблюдались все санитарно-эпидемиологические нормы и чтобы всем было удобно сделать свой выбор. Я считаю, что кандидат-президент школы должен быть, во-первых, ответственный, коммуникабельный. Он всегда должен являться помощником всего воспитательного отдела школы. Я считаю, что в нашей школе есть достойные кандидаты. Школьные выборы в этом году отличаются от предыдущих. Особое внимание безопасности. Ребята с большой радостью берутся работать в избирательной комиссии и выдвигают свои кандидатуры на пост президента самоуправления. Я с радостью принимала участие в предвыборной программе. Я люблю общаться с другими учащимися школы. И мне это приносит радость. Поэтому я решила баллотироваться. Также я хотела бы ввести некоторые свои поправки. У нас кабинетная система. Но у нас все проходит по всем правилам. У нас есть урны, бюллетени для голосования. Все бюллетени с печатями. Урны опечатаны, и никто не может узнать, кто за кого проголосовал. Потом будет подсчет голосов. Все будет утверждено комиссией. После подсчета голосов был определен президент самоуправления школы. Им стал Андрей Ратанов. Всем, кому школьники оказали доверие, предстоит в ближайший год заниматься развитием самоуправления, быть инициаторами разнообразных мероприятий и организаторами добрых дел, налаживать максимально эффективный диалог между учащимися и школьной администрацией, словом, сделать в опоре на активных ребят школьную жизнь более насыщенной. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».